Ну что ж, напоминаю, что те, кто меня не знает, сегодня с вами Екатерина Волкова, акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, организатор здравоохранения и очень приятную миссию выполняю в компании Saberian Wellness вместе с Дмитрием Михайловичем Мироником. Мы эксперты в сегменте женского здоровья. И это важная миссия, потому что женщин среди наших клиентов много, и как женщина устроена, и как женщина внутри работает, как механизм этот уникальный, что он из себя представляет, как этот механизм уникальный построен, конечно, нам с вами интересно. Вот, об этом сегодня тоже будет разговор. Ну что ж, если все в порядке со связью, вы меня слышите, видите и готовы воспринимать мои важные доводы о том, что надо что-то делать уже с собой сегодня, поднимите, пожалуйста, ручки вверх. Так, ручки вижу. Так, Юля, спасибо. Так, Алия, спасибо. Юлечка, да, спасибо. Если меня слышно и видно, то я двигаюсь дальше. Тема сегодняшнего разговора – как привести метаболизм в порядок. Как к сезону подготовить свое тело, свои глаза блестящие, свои мотивации привести в порядок для того, чтобы быть активной, для того, чтобы быть позитивной, продуктивной, для того, чтобы ваша семья, вашим внешним видом и вашим отношением к жизни гордилась. Как себя привести в порядок. И этот разговор, знаете, почему назрел? Потому что женщины в основном начинают шевелиться и просыпаться и думать о себе, немножечко о своем здоровье именно тогда, когда наступает весна. Но это нормально абсолютно. Больше солнечного света, становится теплее, становится больше поводов для того, чтобы раздеться, больше поводов куда-то поехать, пойти. То есть мы как будто бы зимние спячки вырываемся. На самом деле и гормональная система, она весной пробуждается. Прежде всего за счет работы кортизола, гормона стресса, гормона, который активность повышает. Прежде всего за счет нейромедиаторов, специальных веществ, которые вырабатываются в надпочечниках и дают нам окраску нашего настроения. Нам нужны хорошие нейромедиаторы. Давайте так договоримся. Не стрессовый тип адреналина, норадреналина, а какие-нибудь позитивные. Дофамин, серотонин, окситоцин, когда хочется любить, наряжаться, красить волосы, делать завивку, красить губы и одеваться в самые лучшие наряды. Вот это все серотонин, окситоцин и дофамин. И приводить себя в порядок. Так вот, мне очень хочется начать разговор с того, что влияет на появление обменных нарушений у женщин. Почему женщины подвержены обменным нарушениям? И почему вот именно в период весенний, так скажем, в период пробуждения они об этом вспоминают? Почему все остальное время как-то и не до того было, да? Смотрите, женщина – это собрание гормональных импульсов, это собрание гормональных ресурсов. И для того, чтобы в нашем организме циркулировала энергия, для того, чтобы каждая клетка получала питательные вещества, кислород, получала субстраты и кирпичики, для того, чтобы работать, для того, чтобы жить, нам нужна энергия. А что в нашей системе является кирпичиком, единицей, да, которая нам дает энергию? Энергию нам дает глюкоза. Дает глюкоза. Вот мы с вами все боремся с этими углеводами, да, там сладкое не едим, исключаем углеводы из рациона. А ведь глюкоза – это та единица, которая дальше пойдет в обмен и даст жизнь каждой клетке, и даст возможность ей работать. Так вот, снижение скорости вот этого самого обмена, то есть возможности передачи энергии в клетку – это и есть нарушение обмена. Представьте, что в наше тело энергия поступила с пищей, мы ее должны переработать, утилизировать и в виде глюкозы отправить в клетку. Но по пути, может быть, что-то с этой энергией произошло, что-то пошло не так. А что пошло не так? Либо входящей энергии было так много, что наша система не смогла ее переработать и поэтому отправила прозапас. Возможно, эта входящая энергия была в нормальном количестве, но ресурсы, гормоны, которые должны были эту энергию в клетку доставить, сломались, не работают. И на них действуют факторы, которые мы должны преодолеть для того, чтобы в клетку энергия попадала. Так вот, у женщин есть особые факторы, которые препятствуют передаче энергии в клетку. У всех остальных животных, мужчин, детей, всех живых существ на этой планете все работает примерно то же самое. Но у них нет женских половых гормонов, у нас же еще и колебания в менструальном цикле. Вот в чем проблема. Поэтому давайте мы с вами разберем кратко механизмы, которые, женские механизмы, которые влияют на обмен, на скорость и возможность доставления энергии в клетку у женщины. Чтобы ее энергия не превращалась в жир, не превращалась в энергию, которая никому не нужна, которая просто лежит мертвым грузом и, соответственно, никуда не девается. Что это может быть? Первое, что влияет на женский обмен, это работа половых гормонов. И мы с вами уже об этом много говорили, но я напоминаю и вам еще разочек хочу донести, что работа, четкая работа эстрогенов и прогестеронов в менструальном цикле, эстрогенов в первой половине, прогестеронов во второй половине, это залог нормального обмена. Если у женщины много эстрогенов в силу задержки этих эстрогенов в организме на фоне доминирования эстрогенов, на фоне лишнего веса, на фоне нарушения работы печени, мы, кстати, об этом очень много говорили в практикуме по женскому здоровью не так давно. Если эти проблемы есть, если эстрогенов много, женщина отекает, она избыточно накапливает жир, она отечная и плаксива, да, она не хочет заниматься спортом, не хочется поесть сладкого, не хочется полежать, у нее плохое настроение, ей сложно заниматься спортом, ей сложно найти мотивацию. Это если нарушена первая часть менструального цикла, если плохо и неадекватно работают гормоны первой половины цикла. Если во второй половине цикла не работает нормально прогестерон, его мало, его украли стрессовые гормоны, не было овуляции, не было ресурсов на построение прогестерона, что будет происходить во второй половине циклах ПМС? Вот этот ужасный ПМС, когда заедаем, селедку молоком запиваем, да, не можем остановиться, то есть расстройство пищевого поведения полное, и ты ничего с этим не можешь поделать. И очень бы хотела себя от холодильника куда-нибудь подальше отвезти, да, но это не помогает совершенно, ты будешь искать сладкое, соленое, копченое, и рот не будет закрываться. ПМС характеризуется и отечностью, и слабостью, перепадами настроения, ощущением жара, потливости, потом ознобов, то есть, в общем, мало себе приятная ситуация. Эта история связана с дефицитом или неадекватной работой прогестерона. Вот уже у нас обменные нарушения на ронном месте, когда возникает дисбаланс эстрогенов и прогестерона на фоне стресса, на фоне нарушения питания, на фоне нарушения работы желудочно-кишечного тракта и дефицита. Что еще влияет на женский метаболизм? Работа щитовидной железы. Стара как мир история. Многие знают про гипотиреоз. Но немногие знают, что гипотиреоз – это не сразу восполнение ресурсов синтетическими гормонами щитовидной железы. Это значит, что мы должны найти причины, по которым наша щитовидная железа притормаживает. А эти причины, знаете, с чем могут быть связаны в первую очередь? С потери женских половых гормонов, представляете? То есть с возрастом, со временем, насколько мы активно и быстро будем терять эстрогены, настолько активно и быстро наша щитовидная железа может сокращать свои ресурсы, может вырабатывать меньше гормонов. Понятно, что их не будет критично, смертельно мало в менопаузе, но тенденция к гипотиреозу, к состоянию, когда гормонов щитовидной железы вырабатывается меньше, появляется именно тогда, когда уменьшается количество женских половых гормонов. И есть еще обратная связь. Когда возникает дисбаланс в гормонах щитовидной железы, например, на фоне дефицита белка, дефицита йода, селена, цинка, на фоне стресса ухудшается ситуация с менструальным циклом. То есть на фоне гипотиреоза мы с вами легко будем иметь задержки, удлинение второй фазы менструального цикла, опять же МС, зажоры, отеки, прибавка массы тела, настроения нет, никакой жизни нет. Все связано между собой. И мы должны не упустить вопрос, связанный с ресурсами надпочечников. Надпочечники – это органы, которые вырабатывают гормоны стресса. Понятно, что стресс мы никуда не денем, но вопрос отношения к стрессу, вопрос выживаемости в этом стрессе, вопрос реакции адекватной или неадекватной на этот стресс лежит как раз на надпочечниках. И если наши надпочечники здоровы, и они согласны в этом диком ужасе жить, они выполняют свою работу, они дают нам надпочечниковые гормоны, которые помогают доставить энергию в клетку. Кортизол, адреналин помогают транспортировать энергию в клетку. Гормоны щитовидной железы помогают транспортировать глюкозу в клетку. Половые гормоны поддерживают работу надпочечников, поддерживают работу гормонов щитовидной железы, поддерживают работу инсулина, гормона, который как таксист перетаскивает глюкозу в клетку. Представляете, наша энергетическая система зависит полностью от работы гормонов, в том числе на верхушке этой всей иерархии влиятелей и тех, кто заправляет обменом, находятся половые гормоны. И когда мы с вами разбираем вопросы, а в чем женщинам там так жить-то тяжело, что же здесь происходит, почему именно женщины у нас подвержены больше обменным нарушениям, почему у них перепады настрит, почему им плохо, почему они едят бесконечно, почему обвисают и становятся рыхлыми, да потому что их гормональная система – это тонкая организация, да, это тонкая настройка, это многоквартирное здание в каждом окошке, у которого идет своя работа. И, соответственно, когда наша женщина весной открыла глаза, на улице солнышко, хочется переодеться в весеннее пальто, капроновые колготки, одеть туфли, она открывает на себя глаза и говорит, боже мой, что происходит? Тело не нравится, лицо отекшее, волосы на расческе, и надо что-то с этим делать, и куда бежать, и с чего начать непонятно. И самое первое, что приходит нашей женщине в голову – это правильно, сесть на диету. Она говорит, слушайте, ну это безобразие, я не вмещаюсь ни в одно весеннее пальто, и платья прошлогодние на мне висят, как-то совершенно не так не хочется, отражение в зеркале не нравится, надо посидеть на диете месяцок-другой, а там, глядишь, к майским праздникам я уже буду конфеткой. Садятся наши пациенты, наши клиенты, женщины на диету. И здесь начинается самое страшное. То есть она хочет поменять структуру тела, улучшить показатели внешние, но при этом забывает о том, что нарушение ее обмена, то есть нарушение передачи энергии в клетку – это гормонозависимый процесс. И вот здесь начинается основная проблема. Наша женщина не ест, она урезает калории, урезает жиры, уходит на безугреводное питание, не буду сейчас есть хлеб, крупу, гречку, это не буду есть, да, овощи и салат, овощи и мясо, или овощи и яйцо, овощи и сыр. Да, конечно, вы на дефиците калорий можете похудеть, даже на шоколаде. Условно, если в течение дня питаться шоколадом на тысячу, например, килокалорий, тысячу килокалорий набирать за счет шоколада, картошки, печенья, булок, чего хотите, вы даже на этих продуктах похудеете. Но потом, когда ваша экзекуция и закончится, и ваше издевательство, и ваши эксперименты закончатся, вы начнете массу тела возвращать. Так устроена жизнь, то, что вы отдали свои ресурсы, вы их обязаны вернуть. А вернуть вы их будете обязаны с помощью жира. Ни один организм умный не будет отдавать ваш вес за счет жира. В первую очередь он отдаст за счет мышц и воды этот вес, потому что мышцы сжечь равно получить энергию для метаболизма. И если мы с вами сели на диету, то имейте в виду, что когда диета закончится, а любая диета заканчивается, такого не бывает, чтобы вы на гречке и воде сидели долго. Когда диета закончится, соответственно, вы вернете свою массу тела, только уже не мышцами, которые вы сожгли, а уже жиром, и форма тела будет совершенно другая. Она вам тоже не понравится. И более того, диеты, ограничительное питание не увеличивают скорость обмена. То есть скорость обмена будет наоборот падать. И если вы будете эту скорость обмена пытаться разогнать с помощью диеты, то никаких у вас результатов не будет. Она будет только падать. Потому что результат диеты – это всегда экономия ресурсов. Это всегда экономия энергии. И ни один организм умный не будет эту энергию отдавать вот так вот просто так. Он будет ее сохранять. Он будет ее сохранять и беречь, да, потому что неизвестно, сколько вы еще на этой диете будете сидеть. Поэтому нехороший совет – садиться на диету. Абсолютно нехороший совет – ограничивать себя в калориях. А что же делать дальше? Да, вот тут вот основные возникают вопросы. Да, что же делать дальше? Напишите, пожалуйста, в комментариях, в нашем чатике, да, в нашем, под нашим с вами приглашением на эфир, что вы делаете для того, чтобы обновить, воскресить, улучшить показатели свои к весне. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете. То есть диеты, я сказала, это плохо. Все связано с гормональными проблемами чаще всего. Вот, пишите, что вы делаете, какой у вас опыт. А я вам потом расскажу, какой опыт у меня, да, и какой опыт у моих пациентов, и что мы должны в этом отношении иметь в виду. Выключу гаджеты, чтобы нам не мешали. Пью протеин, витамины, спортом занимаюсь. Так, кто еще? Какие применяют вещи, применяют хитрости? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Так, кто-то принимает магний. Так, какие еще есть предложения? Вышла на зарядку, ходить больше, плюс карнитин, наверное, при прогулке, да? Карнитин при прогулке, вышла на зарядку. Соблюдаю правила тарелки, больше овощей. Хорошие тоже советы, у кого еще есть какой опыт, пишите. Ну и, соответственно, я расскажу, что же делать дальше, мои схемки. Смотрите, то есть самое главное, для того, чтобы привести себя в порядок, нам нужно улучшить скорость обмена. То есть улучшить доставку энергии в клетку. Это самое главное обстоятельство, это самый главный путь, самый важный и проверенный путь для того, чтобы улучшить свое самочувствие. Если мы с вами просто будем пить какие-то витамины, вот девочки пишут, да, пью витамины, мы с вами восполним дефициты тем самым, да, возможно, нам станет легче. Возможно, мы поработаем с желудочно-кишечным трактом, изменим питание, добавим больше энергоемких продуктов, например, больше жиров добавим. Или добавим больше сложных углеводов, кто-то овощей, говорит, добавляя в тарелку. Да, это хорошо, но это, знаете, как выхватить по верхам. А нам нужен фундамент, чтобы это работало 100%. Так вот, фундамент для того, чтобы выстроить работу обмена, это как раз работа, которая складывается вокруг поддержки нашей гормональной системы, которая помогает нам, она не препятствует, наоборот, она всегда за, помогает нам доставить энергию в клетку. Вот в чем дело, которая помогает нам улучшить обмен. И нам нужно влиять на фундамент, не просто выхватить назначение витаминов, микроэлементов, веществ, которые восполняют какие-то дефициты. Это уже вишенка на торте, а мы еще пока с фундаментом с вами не поработали. Так вот, фундаментом в этом отношении будет работа с нашим менструальным циклом. Потому что мы же женщины, и вот эти перепады в течение менструального цикла от дракона к женщине-кошке, они творят чудеса и с нашим обменом. В первой половине менструального цикла мы королевы, у нас нет отеков, у нас нет никаких зажоров, у нас все в порядке, у нас нет никаких претензий вообще к жизни. Как только начинается вторая половина цикла, особенно ближе к менструации, вот тут чаще проблемы появляются. Так вот, для тех, у кого есть дисбалансы в работе половых гормонов, для вас очень важно выровнять и нормализовать работу двух половин менструального цикла. Работу эстрогенов и работу прогестерона во второй половине менструального цикла. Если мы этого с вами не сделаем, мы так и будем на этих качелях качаться. На качелях настроения, на качелях метаболизма, на качелях накопления жидкости и нарушения пищевого поведения. Для того, чтобы нормализовать работу половых гормонов, нужно понять, вообще вырабатываются они у вас или не вырабатываются. Потому что женщины, которые находятся в менопаузе, им требуется особая поддержка там, где уже половые гормоны не вырабатываются. Или женщины, которые находятся на этапе переменопаузы, соответственно, они требуют своего типа поддержки. Те, у кого есть менструальный цикл, но еще, так скажем, требуют работы этот менструальный цикл, соответственно, тоже требуют дотации, тоже требуют разбора. Давайте начнем с тех, у кого менструации уже нет и нет половых гормонов. А мы говорим, давайте-ка вы начнете что-то делать со своими половыми гормонами. У них нет половых гормонов. Что делать? И вот наших вопросов Татьяна спрашивает, а если уже цикла нет? А если климакс? И вот в этом отношении, конечно, эта группа наших клиентов, и это мы, да, сами те, кто в климаксе, это, с одной стороны, и группа достаточно сложная, но, с другой стороны, с ними проще всего договориться, потому что у них своих-то половых гормонов нет, и все, что мы им дадим, гормоноподобного, то в их организме и будет работать. Итак, если вы в климаксе и не принимаете гормоны, вы можете начать использовать вещества, похожие на наши собственные женские половые гормоны, которые будут являться фитоэстрогенами и фитопрогестероном, фитоэстроген и фитопрогестерон, вещества, которые помогают нам дать команды и импульсы системе, как будто бы внутри нашего тела работают эстрогены и прогестерон, как будто бы внутри нашего тела эти импульсы есть. Они будут подобные тому, что дают наши половые гормоны. Вы помните, в составе нашей женской серии есть замечательное средство, замечательная добавка комбинированная, изофлавоны сои плюс дикий ямс. Эта добавка создана таким образом, чтобы мы могли с вами получать циклические эстрогеноподобные вещества, то есть фитоэстрогены, и прогестероноподобные вещества, то есть фитопрогестерон, изофлавоны сои и дикий ямс. Добавка устроена таким образом, чтобы вы на паузе могли циклически имитировать работу менструального цикла. Сначала принимаете первую часть, содержащую фитоэстрогены, первую половину цикла, первые две недели, вторая часть менструального цикла, вторые две недели, вы принимаете фитопрогестерон. Без перерыва, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Если вы принимаете хронолонг, в чем отличие изофлавонов сои с диким ямсом от хронолонга? Хронолонг – это комплексная добавка, содержащая фитоэстрогены, содержащая немножечко таурина и фолиевую кислоту, витамин D. То есть это комплексная добавка. Она подойдет тем, кто в менопаузе уже давно. У кого уже ровный абсолютно эмоциональный фон, кто уже не испытывает приливов, возможно, тем, кто уже устаканился. Это женщины в постменопаузе, женщины старшего возраста совсем. А те, кто недавно вошли в менопаузу, все-таки ваша добавка – это изофлавоны сои плюс дикий ямс, который имитирует цикличность. Поэтому вернуть, например, эстрогеноподобное влияние в этом случае можно путем внедрения веществ, похожих на наш собственный эстрогенный прогестерон. Что нам дает фитоэстроген и фитопрогестерон? Во-первых, они нам дают стабильное эмоциональное состояние, они будут поддерживать ваш метаболизм, они будут поддерживать работу инсулина, гормона поджелудочной железы, который утилизирует глюкозу. Они будут повышать мотивацию, повышать активную работу серотонина и дофамина, потому что наши гормоны счастья, радости и удовольствия, они вырабатываются в соответствии с тем, есть ли у нас половые гормоны или нет. Да, мы с вами здесь не даем гормональную терапию, не возвращаем биоидентичными гормонами ничего, но мы даем импульсы, которые похожи на половые гормоны. Меньше проявлений климактерических, меньше проявлений в виде тахикардии, плохого настроения, нарушения сна. Вот это задача, которую выполняют фитоэстрогены. Женщины старшего возраста в менопаузе, вам обязательно хочется посоветовать использовать вещества, которые улучшают чувствительность инсулина к углеводам. Мы с вами говорили, что механизмы, которые поддерживают транспорт глюкозы в клетку, улучшают обмен. Это вещества, которые повышают качество работы инсулина. Так вот, наш любимый инозитол из женской серии в комбинации с изофлавонами, соей и диким ямсом будет тем таксистом, который перевозит эту глюкозу в клетку, который активизирует обмен. Потому что все женщины старшего возраста, особенно в постменопаузе, ну старше 50, скажем, это женщины, люди, индивидуумы, да и мужчины, все живые существа, подвержены нарушению углеводного обмена по умолчанию. То есть, представляете, качество работы инсулина снижается всегда у всех, у женщин, у мужчин, у кошек, собак и слонов с течением жизни. Поэтому у нас есть возможность, во-первых, это зная, во-вторых, имея инструменты, у нас есть возможность эти вопросы решать. То есть, мы можем с вами поддерживать чувствительность инсулина к глюкозе инозитолом и не страдать от рисков сахарного диабета, иметь нормальный обмен, иметь нормальную доставку энергии в клетку, соответственно, иметь нормальный метаболизм. А если энергия в клетку попадает, значит у нас есть активность, значит у нас есть мотивация, значит у нас есть стремление и у нас есть физическая форма. Если инсулин не работает, энергия в клетку не попадает, уровень сахара в крови растет, называется это преддиабет, ситуация, которая вычет за собой атеросклероз, увеличение уровня холестерина за счет плохих фракций, ну и собственно то, что называется старостью и неактивная картина при этом рисуется. Долголетие, но неактивное. Поэтому мы должны процессы восстановления энергетического обмена закладывать через вещества, похожие на собственные половые гормоны и через вещества, которые помогают доставить энергию в клетку. Вот это совет для тех, у кого уже менструации нет. Те, кто находится в состоянии перемена, паузы, у кого месячные то есть, то нет, перерывы там 2-3 месяца, полгода или были когда-то в прошлом году, но еще год не прошел. Для вас следующие советы. Обязательно используйте фитоэстрогены и фитопрогестерон для того, чтобы поддержать работу собственных половых гормонов. То есть у вас еще половые гормоны работают, они еще теплятся, но ресурсов не так много. Поэтому женщинам в переменопаузе, когда ресурсы, ну так скажем, плюс-минус сохранены, нам важно использовать добавки, которые дополняют наши собственные половые гормоны. В этом отношении я бы снова вас направила на изофлавоны, сои и дикий ямс. Не на хронолонг, скорее, вот эту группу. На хронолонг мы отправим наших старших клиентов и нас старших, да, у кого уже постменопауза. Нам же поддержать надо, но мы изофлавоны, сои и дикий ямс, как фитоэстрогены и фитопрогестерон, будем использовать в циклическом режиме. Что значит в циклическом? То есть мы будем имитировать менструальный цикл и будем давать еще возможность менструациям случиться. Если в постменопаузе изофлавоны, сои и дикий ямс вы принимаете в циклическом режиме без перерыва. Две недели первая фаза, две недели вторая, опять две недели первая, две недели вторая и никаких перерывов. То женщины в переменопаузе, у меня совет вам такой. Вы принимаете первую фазу изофлавоны, сои, вторую фазу принимаете дикий ямс и делаете перерывчик. А какой делать перерывчик? Ну, примерно до 7 дней. Для того, чтобы дать возможность менструациям случиться. Если в течение 7 дней у вас ничего не случилось, никаких менструаций нет, вы снова начинаете первую фазу, вторую, а потом снова делаете 7-дневный перерыв. Итак, первая и вторая фаза, 7-дневный перерыв, чтобы возможность была поменструировать. Если менструации не пришли, ничего страшного, значит, ваши эстрогены уже совсем на низком уровне, да, и вместе с доктором надо разбираться, как их возвращать, или возможно ли вообще возвращать, возможно, там, о гормональной терапии говорить. Но фитоэстрогены и дикий ямс помогут вам цикл пока поддержать. Когда начинать? Если у вас сохраненный менструальный цикл, вы можете дикий ямс и изофлавон и соя дикий ямс начинать с первого по пятый день менструального цикла. Первый день цикла – это первый день менструации. Если у вас менструации не было, ну, скажем, месяца 2-3, вы не знаете, когда они придут, придут, не придут, вообще непонятно, начинаете принимать изофлавон и соя и дикий ямс с того момента, с которого вы решили, без привязки к менструальному циклу, совсем. Если у вас какая-то мазня, кровотечение, вообще какая-то непонятная чехарда, вы не можете понять, где начало менструального цикла, где конец. Вас заливает, вы меняете по нескольку прокладок в день, или вы мажете несколько месяцев. В этой ситуации мы в любом случае начинаем с УЗИ, ультразвукового обследования. Мы начинаем с гормонального статуса, и это ситуация, которая требует, ну, так скажем, экстренного обращения, потому что это могут быть симптомы гиперплазии, эндометрия, это могут быть симптомы полипов, разрастания эндометрия, каких-то ситуаций тревожных. Поэтому на кровотечении беспорядочные, пожалуйста, не начинайте прием фитоэстрогенов. Это очень важно, потому что фитоэстрогены – вещества, похожие на наши собственные эстрогены, и они серьезно и активно работают. И благодаря им мы восстанавливаем менструальный цикл, но когда есть прям караул, соцситуация, мы, конечно, не тянем время и разбираемся уже непосредственно, да, непосредственно в каждом конкретном случае с врачом. Если мы говорим о улучшении качества работы инсулина в переменопаузальном периоде, тот же самый энозитол, но этот энозитол мы уже сами назначаем не курсами, например, там месяц-два, а прям такими можно длительными курсами с небольшими перерывами. Я вижу, спрашиваете вы в чате, можно ли энозитол на постоянной основе. На постоянной скорее смысла нет, на постоянной смысла нет. Ну, например, курсами два-три месяца, да, с небольшими перерывами. Потом можно перейти, например, на таурин или перейти на альфа-липоевую кислоту нашу, да, то есть перейти на другие метаболические средства, которые повышают чувствительность инсулина к углеводам. Но энозитол нам очень хорош ввиду того, что он повышает чувствительность яичников гормонам центрального звена, гормонам, которые просят яичники работать. То есть он повышает шансы яичников на овуляцию, шанс яичников на работу. Поэтому мы его обожаем. Перемь на паузе, мы его обожаем у женщин молодого возраста, у которых есть нарушение менструального цикла. Мы его просто обожаем всей душой, потому что он нам не только помогает чувствительность инсулина, повысит и увеличит энергетическую активность вашего обмена, а он нам еще и яичникам помогает жить, и нервную систему успокаивает. И пищевое поведение нормализует, и сон, и иммунитет. Поэтому нужно в этом отношении на него обратить внимание. Марина спрашивает, если дикий ямс, прием начался с первого дня цикла, через две недели снова месячные случились. В этой ситуации вы со своим врачом делаете УЗИ, возможно, у вас совсем не хватает прогестерона своего, возможно, совсем овуляции нет. Если через две недели у вас приходят менструации, то дело здесь совершенно, наверное, не в добавках, а дело в патологии эндометрии, нужно с этим разбираться. Дикий ямс начала с первого дня цикла. Лучше начать с первого дня цикла приема захлавонов сои, а дикий ямс оставить на вторую половину менструального цикла. А хронолонг на постоянной или основе пить после 60? Да, можно. Здесь схемы могут быть и с захлавонами сои, диким ямсом, и с хронолонгом индивидуально, да, может быть в вашей схеме. Что касаемо женщин молодых, да, как им себя в порядок приводить? У них ЛПМС, у них и зажоры, и отеки, и все то же самое, хотя менструации вроде как регулярные. Не может быть такого, чтобы причин никаких не было. Не бывает так. И чаще всего молодые женщины имеют нарушение обмена вследствие инсулинорезистентности, вследствие нарушения углеводного жирового обмена, вследствие стресса, гипотириоза и дефицитов, плюс нарушение работы желудочно-кишечного тракта. На первое место я бы поставила стресс. Поэтому вопросы к самой себе, да, кто этот стресс вызывает, можно ли эти факторы исключить. И в этом отношении у нас есть с вами замечательные наши стандартные и очень хорошо известные эффективные вещи. Это препарат, это добавки, содержащие магний, наш любимый магний органический. Это наши боксы, стресс-бокс, да, наш любимый. Вы можете эти вещи использовать в комбинации для того, чтобы снизить активность работы кортизола. «Пожалуйста, всё туда, всё у нас есть, можно с этим работать». Юля пишет «Исключить работу и детей». Ну, Юль, может быть, на пару дней кому-нибудь их сдать. Но я как многодетная мама могу вам сказать, что это даже в этом случае невозможно отвезти бабушки и забрать через два часа. Ну, это реально бывает так. Вместе со всеми мохнатыми игрушками, медведями и карандашами и уже грязными колготками. Вот, поэтому, пожалуйста, начните принимать как минимум магний, и будет вам спокойнее, будет вам хорошо. Что ещё женщинам молодым мы порекомендуем? Мы порекомендуем поддержать работу щитовидной железы. Это наши любимые дотации в виде органического йода. Он у нас есть. Советуйтесь в целом с своими результатами обследования, да, и, возможно, с врачом. Если у вас есть узлы, если у вас есть аутоиммунный тиреидит, во всех остальных случаях это не опасно. Приём йода, селена, цинка, всё у нас есть, все эти добавки в арсенале есть. Что ещё? Улучшение чувствительности инсулина к углеводам, улучшение обмена за счёт работы именно углеводного обмена. Молодым женщинам также подойдёт наш любимый инозитол из женской серии. Инозитол мы принимаем и у молодых тоже для того, чтобы улучшить чувствительность инсулина к углеводам. Комбинации, например, инозитола с изофлавонами, сой и диким ямсом – это нормальные комбинации. Комбинировать можно с магнием, с селеном, с цинком. Комбинировать можно. Если у вас есть предменструальный синдром, сюда добавляйте магний в повышенных дозировках. Наш магний в хорошей дозе, но, смотрите, более трёх тысяч не стоит принимать. Можете две капсулы нашего магния использовать. В принципе, больше и не нужно, или индивидуально обсуждать. Могут ли месячные прийти на неделю раньше на фоне стресса? Конечно, это результат того, что прогестерона не хватило. Поэтому, если мы говорим о регуляции менструального цикла у молодых женщин, то изофлавон и сои плюс дикий ямс – да, это тоже сюда. Вопрос причины. Если вы сдали кровь на гормоны и увидели там высокий уровень пролактина, высокий уровень мужских половых гормонов, высокий ЛГ и ФСГ, которые говорят, например, о поликистозии яичников, или совсем низкий эстрадиол – это индивидуальные ситуации, с ними надо разбираться. И, конечно, здесь изофлавонов сои и дикого ямса может быть недостаточно. Но если мы говорим о рядовых каких-то ситуациях – находилась стресса, воспаление, немножко поправилась и так далее, конечно, здесь можно дать вещества, похожие на наши собственные половые гормоны, и получить в результате менструальный цикл, потому что поддержали работу собственных половых гормонов. Вот это добавки, которые мы сюда с вами внедряем как фундамент – инозитол, дикий ямс, изофлавон и сои. Если мы говорим об общих позициях, вообще что делать в целом, не касаемо добавок. Вот Татьяна пишет, если на фоне стресса пропали месячные, если истощение фолликулярного аппарата, то, конечно, начать с обследования. Какое должно быть обследование для того, чтобы понимать вообще, что с яичниками происходит? Мы должны сдать кровь на половые гормоны, хотя бы на два гормончика – ЛГ и ФСГ, хотя бы на них, для того, чтобы оценить работу половой системы. Второе – сдать кровь на гормоны щитовидной железы – ТТГ, Т3, Т4. Оценить гормоны щитовидной железы, чтобы понимать, как работает обмен. Следующий момент. Мы должны оценить работу инсулина, работу гормона, который утилизирует глюкозу. Инсулин, глюкоза в крови, хотя бы вот эти минимальные вещи. Дальше. Как оценить работу надпочечников? Есть такое исследование, называется «Стероидный профиль в слюне», которое помогает оценить работу всех стероидов, в том числе и мужских, женских половых гормонов, в том числе и работу надпочечников. Анализ проводится по слюне. И в совокупности мы можем вот по этим результатам обследования понять, что с вашим обменом происходит. Он нормальный или ненормальный? Вы энергию получаете или не получаете? Что касаемо питания. Питание должно быть энергоемким. Не дай бог голодать. Я вас очень прошу, не голодать. Все те, кто соблюдают посты, православные или мусульманские, ваша задача – просчитать. Просчитать, сколько вы получаете жира, сколько вы получаете белка, сколько вы получаете сложных углеводов и клетчатки в соответствии с нормами. Вот просто так уйти в пост или в Рамадан уйти без понимания, что вы будете есть, наверное, не совсем правильно. Потому что подножный корм или я на посту, ладно, капусты поем – это не та ситуация. Вы должны в этом случае о себе немножко заботиться, просчитать, сколько вы должны растительных масел съесть, сколько растительного белка, сколько вы получите жира в виде масел или клетчатки в виде овощей. Все, пожалуйста, просчитывайте. Что еще? Физическая активность. Без физической активности нам, к сожалению, не улучшить чувствительность инсулина к углеводам настолько, насколько бы хотелось. Хотя бы 30-40 минут в день, пожалуйста, посвятите любой физической активности, которая вам доступна, хотя бы ходьба. Это будет здорово. Добавки внедрять можно на любом этапе. Это вещи, которые цивилизованно вписываются в контекст нашей обычной жизни. И на этапе обследования, и на этапе применения уже каких-то средств мы всегда можем сделать дополнения, можем сделать коррективы. Это нормально. Вот нас девочки в чате спрашивают, что добавить из женской линейки к дюпостону. Вопрос, почему вам назначили дюпостон? Что с вами произошло? Вторая фаза цикла нарушена. Почему она нарушена? Вы в стрессе, у вас не хватает кирпичей на построение половых гормонов. У вас инсулинорезистентность, лишний вес. Что с вами происходит? Поэтому надо сначала разбираться, что происходит, а потом чего добавлять дюпостону. Вы принимаете уже прогестерон биоидентичный. Инозитол, таурина, альфа-липоевая. Только чередователи можно принимать одновременно. У меня есть пациенты, клиенты, которые принимают одновременно. Таурина, инозитол, альфа-липоевая – это женщины, которым нужно снизить уровень глюкозы и улучшить чувствительность инсулина к углеводам. Но, смотрите, чем больше вы применяете метаболических средств, то есть инозитол, таурина, альфа-липоевая – это вещества, которые доставляют, помогают доставлять энергию в клетку. Много-много таксистов ездит, 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 ездит. Энергию в клетку доставляют. А если что доставлять-то? Энергии-то есть ли? Что вы съели? Вы съели сложных углеводов, вы съели жиры, вы питаетесь полноценно. Или вы питаетесь как птичка и еще в спортзале пашете какой-то урин, какой инозитол, альфа-липоевая кислота, входящая энергия, а потом уже приглашаете таксистов для перевозки. Поэтому на начальных этапах, пока вы еще не определились, в какую сторону идти, инозитол. Начните с него. У нас замечательная форма инозитол плюс дехиру инозитол, то есть два изомера инозитола в одной капсуле. Супер! Они активно работают, поэтому для старта других метаболических средств я бы и не добавляла. Вот, я бы не добавляла. Альяна Спарашев, это что можно при СПК-Я? Вот при СПК-Я у нас два основных механизма нарушения менструального цикла. Это инсулинорезистентность, это нарушение чувствительности инсулина к углеводам. И это гиперандрогения, это избыток мужских половых гормонов. Так вот, если мы говорим об инсулинорезистентности, то инозитол – это ваш случай. Инозитол даже входит в протоколы, в официальные протоколы лечение поликистоза яичников на длительной основе, не менее полугода даже можно использовать. Если мы говорим о поликистозе в ситуации, когда он связан с гиперандрогенией, с избытком мужских половых гормонов, в этом случае начать надо работу с улучшения утилизации мужских половых гормонов. То есть с улучшения работы пищи, нежелчеводящих путей, с улучшения работы белка специального, который выводит и связывает эти андрогены лишние. Наши любимые желчегонные присадки, я так называю, желчегонные средства. Синхровитал 4, самый мой любимый из наших вариантов. Можете начать с него. Есть ли к инозитолу противопоказания? Смотрите, я бы инозитолу не дала тем, у кого очень низкий сахар, тем, кто не ест, тем, кто истощен, остыничен. Вот женщины, которые голодали или в очень серьезном стрессе находились, выходят из состояния стресса, когда они несколько месяцев ничего не ели, лежали на кровати и печалились. Поэтому вот им, наверное, я бы не дала инозитол. Инозитол даем мы тем, кто ест, двигается, тем, у кого есть хоть какой-то обмен. Если это истощение, то пока с инозитолом рановато начинать завязываться. Сначала кушаем, восполняем работу половых гормонов, изофлавон и дикий ямс, питание, успокаиваемся и потом уже все остальное. Если принимать хронолон плюс миоинозитол, поскольку капсул пить миоинозитол, у нас вообще в рекомендациях 3 капсулы в день, доза может быть увеличена в соответствии с вашими потребностями до 2-3 грамм в сутки. Вот, может быть увеличена вот до таких объемов. Вот, собственно, вот такие дела. В каком случае выбрать йохимби или женьшень? Он тоже активирует метаболизм. Это адаптогены, которые работу надпочечников активизируют. Это немножко другая история. Да, тоже хорошие варианты, но не основные, так скажем. Можно дикий ямс при гипотиреозе? Конечно, можно. У девочки 17 лет резко поправилось. Можно ли ей инозитол? Можно, но, смотрите, инозитол улучшит чувствительность инсулина к углеводам, поможет ей утилизировать глюкозу. Но причина-то где? Почему она поправилась-то резко? Что с ней произошло? У неё стресс, у неё гипотиреоз. У неё первое, второе, третье. Она нарушила пищевое поведение, стала питаться неправильно. Режим сна и бодрствования у неё нарушен. Что с ней произошло, что она резко поправилась? Пролактин у неё высокий. Что произошло? Поэтому сначала разбираемся, что произошло. Инозитол не помешает, но надо разбираться с причинами. Вот. Такой у нас эфир сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что было полезно. Надеюсь, что было комфортно. И вы получили важную информацию о том, как приводить себя в порядок сегодня. Что не нужно кидаться на диеты. Что нужно думать о своих гормональных ресурсах. Что наша гормональная система и наши гормональные ресурсы – это фундамент женского здоровья. И если мы создадим условия для работы половых гормонов или создадим эффект, что они присутствуют, например, у тех, у кого менопауза, это шаг номер один. Второй шаг – это улучшить работу, транспорт глюкозы в клетку. Улучшить работу гормонов щитовидной железы. Для того, чтобы улучшить скорость обмена. И всё, что скорость обмена улучшает – это хорошо. Всё то, что вам даёт шансы накопительствовать – это нехорошо, это плохо. А что даёт нам шансы накопительствовать? Стресс, заедание, плохое настроение, диеты ограничительные. И если мы все будем эти соблюдать правила, то глядишь, да, к майским праздникам мы все будем себе нравиться. И больше благодарных клиентов будут возвращаться к вам с радостью, да, для того, чтобы снова порадовать себя продуктами Siberian Wellness и поделиться своими классными результатами. Всё, спасибо за внимание. До новых встреч. Уверена, что у нас с вами впереди много интересного. Пока-пока.